Добрый вечер. Это довольно неожиданно, но чрезвычайно увлекательно, что в Госдуме комитет по увеличению коррупции имени Яровой сцепился с комитетом по уничтожению Конституции имени Лысакова. В оригинале, конечно, комитет по конституционному строительству возглавляется Плигином, но вот с подачи Лысакова наиболее очевидна становится его дезавуированная суть. Обоим комитетам важно обобрать и унизить водителей, каждый считает себя важнейшим в этом вопросе и пальму с первенством в конкурирующие руки, конечно же, не отдаёт. Со стороны, ну, по крайней мере, лично мне кажется, что в Думу спустили заказ на водителей, и поэтому сразу два комитета бросились его исполнять, выслуживаясь перед заказчиком, ну, естественно, ненавидя конкурента за более успешные варианты шофёрского унижения. Ирина Яровая взялась за ноль промилле и исполняет сценарий «Страна поголовно пьёт, поэтому давайте спасём, товарищи депутаты, страну от населения». А Вячеслав Лысаков совсем недавно вцепился в больную систему, пытаясь наказывать водителей дважды за одно и то же правонарушение. Структура государства у нас такая парадоксальная, что в каждой организации, начиная от детского сада, от овощей базы, заканчивая министерством или каким-нибудь парламентским комитетом, начальником может быть абсолютно любой придурок, но обязательно где-то есть специалист, понимающий тему. Тот, кто умеет работать, тот, кто разбирается в вопросе, то, собственно, на ком и лежит истинное притворение всякой болтовни в реальные дела. Хотя кажется, что в последнее время даже во многих организациях, в принципе, не осталось и этого специалиста. Там зачистили абсолютно всё со здравым смыслом, там совсем большой кризис. Но вот в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции имени Яровой, видимо, есть специалист, понимающий, что такое коррупция. Он очень быстро подсказал коллегам, что идея Лысакова исключительно коррупционна с его баллами. Ну, то есть, вот на наше внезапное счастье, там кто-то затесался умный и осведомлённый. Понятно, что наши интересы тут, естественно, абсолютно ни при чём. Просто за коррупцию в Думе отвечает Комитет Яровой, а не Комитет Лысакова. И не ему предлагать коррупционные схемы, то есть не с лицом Лысакова соваться в калашный ряд. Соответственно, поэтому он и получил отлуп от коллег. Попутно это месть Яровой за нападки Лысаковой на её промилле. Именно Лысаков что-то там подправлял в Яровом законе подлецов номер два, позволяющем любого водителя страны посадить в тюрьму. Оба закона как раз выходили на очень небольшом временном интервале друг за другом. Сначала закон подлецов номер два Яровой. Он сейчас тоже ждёт в своей очереди следующее чтение. Вот закон Лысакова, соответственно, прозвучал только-только на этой неделе. И вот именно Комитет Яровой сказал ему «нет». Парадоксальная совершенно ситуация. Мне она очень понравилась. Зато теперь Лысакова придётся поискать у себя в Комитете по конституционному законодательству и госстроительству какого-нибудь умного специалиста. И всего помощь уже как-то выкручиваться. То есть не переступать запретную черту чужой биографической попытки выслужиться перед заказчиком. При этом, конечно, остаться в рамках своего тематического уничтожения Конституции, которым он теперь с успехом занимается. Судя по всему, заказ на водителя никто, конечно, отменять не будет. Поэтому битва комитетов за наш кошелёк продолжится. Но вот какая пикантная особенность такая информационная. У нас 12-ю главу, это водительская глава административного кодекса, её, в принципе, отдали на растерзание. Соответственно, получится, что уничтожением водителей будут заниматься абсолютно все желающие. А уж всяких там дум, муниципальных образований, комитетов, министерств, ведомств, у нас больше тысячи. Вот этих вот активных с инициативой, таких встревоженных судьбами водителей и водительским кошельком, у нас по всей стране настрогали так много, и у всех у них весеннее обострение, что мы, естественно, каждую секунду откуда-то из региона получаем какую-нибудь инициативу вот в этом тренде. То есть наша главная дума, палата номер 6, она задаёт этот тренд, а все остальные, конечно, с удовольствием подтявкивают, благо есть кому. И ситуация развивается, поэтому совершенно не случайно, что, например, в эту же тему полез даже вчера вечером питерский депутат Виталий Милонов. Он понятия не имеет, как устроен административный кодекс, он не знает, что там написано, что там есть, но он предложил в Питере, чтобы водители сами эвакуировали свои машины. То есть водитель подходит к своей машине, машину в этот момент грузит на эвакуатор, так вот для того, чтобы человеку можно было наказаться как следует, он, с точки зрения Милонова, должен получить право сесть за руль и сам себя отвезти к месту порки. При этом Милонов понятия не имеет о том, что у нас есть законодательная норма, согласно которой, например, эвакуация за неправильную парковку, она связана с такой коллизией, как устранение причин задержания. И когда водитель подошел к своей машине, все, никто ничего уже никуда не увозит, машину снимает с эвакуатора, иногда при этом водитель дает еще пару раз между глаз эвакуаторщику, так для быстроты действий, и с точки зрения административного кодекса, он просто должен заплатить штраф. Все, не более того. Но Милонов понятия не умеет, как у нас выстроены взаимоотношения согласно административному кодексу, поэтому он решил его усовершенствовать. «А давайте мы водителям поможем, чтобы они не платили за эвакуатор и сами отправляли свои машины на штрафстоянки». Но вот поскольку эта инициатива в Питерской Думе нашла некую поддержку, видимо, Питерская Дума как раз та самая организация, в которой уже интеллектуально-состоятельных специалистов не осталось ни одного. То есть это уже даже не детский сад, где бывает, например, там какой-нибудь зам в теме, и уж тем более не министерство, где 25-й зам тоже иногда бывает в теме. Информационный рефрен, вот всей этой борьбы с водителями, на мой взгляд, поясняющий причину, то есть полностью объясняющий, что же происходит на самом деле. Ведь помните, как Станислав Ежелет сказал, в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Так вот, в действительности идет поиск денег по государственным сусекам. Казна опустила настолько, что воровать уже нечего, хотя нужно, есть люди, которые для этого специально допущены к ней, но уже все, уже там по нулям, уже совсем тяжело. И при этом, вы видели, вчера как раз по всем информационным лентам шла с очень хорошей говорящей фамилией вице-премьер Ольга Голодец, там состоялась четвертая международная конференция по экономическому и социальному развитию, и она сказала, что пенсии-то не будет, платить нечего, потому что у нас из 86 миллионов трудяк, 38 миллионов заняты непонятно где, чем, и они не платят налоги. Причем, человек, который разбирается в экономике, блестяще, Юлия Латынина, она давала другую цифру. 105 миллионов человек в нашей стране не платят налоги. При этом Юлия Латынина в том числе имела в виду, что государственный сектор, он даже когда платит налоги, он просто перекладывает из одного государственного кармана сумму денег в другой карман. То есть не происходит увеличение налоговой денежной массы у государственного аппарата. Вот именно поэтому получается разница не 86 миллионов, а 105, хотя с точки зрения Ольги Голодец, у нас всего лишь 86 миллионов трудоспособного населения. На самом деле его чуть больше, но половина, и по ее данным в том числе половина, налогов не платит. То есть в казну не поступают те самые деньги, которые есть желающие разворовать. И вчера же, если вы помните, Дмитрий Анатольевич, он рассказывал про направление бюджетной политики и социальной сферы, и он очень невнятно так что-то пролопотал о том, что нужно бы поискать внутренние резервы. То есть и в социальной сфере, за которой он вчера твердо бился на глазах у всей страны, и объяснял, что мы обязаны придумать такие способы, когда за базар будем отвечать, он все-таки юрист, ему эта лексика близка, но надо искать внутренние резервы, и если можно, как-то оптимизировать расходы. То есть опять-таки денег нет. Вот она первая причина. Налоги никто не платит, денег в казне нет, а надо. Надо с кого брать? Брать с водителей. Потому что человек, который не платит налоги, он в том числе обладает автомобилем. Автомобиль — это показатель наличия тех самых лишних денег, которые должны накормить и муниципалитет. Благо именно поэтому муниципалитетам отдается право на реконструированных дорогах, то есть на перекрашенных дорогах, там, где ты что-нибудь белой красочкой разделительную поменял, это называется реконструированная дорога, ты имеешь право после того, как ты ее реконструировал, с нее кормиться. Это согласно федеральному закону. То есть штрафы, которые ты будешь с нее собирать, они уходят тебе. Даже несмотря на то, что эта дорога может, например, быть частью федеральной трассы. А пожалуйста, муниципальный какой-нибудь колхоз выходит, что-то красит, и после этого у них жизнь начинается. Потому что работать не надо, достаточно просто штрафовать. Поставить две камеры — и все. И у тебя уже будет бюджет. И вот для того, чтобы это происходило, соответственно, и затеваются как раз и больная система, и закон Яровой, согласно которому можно будет любого водителя уже сажать в тюрьму. Как вы думаете, насколько он будет сговорчив? Насколько он будет готов к диалогу и благодаря Лысакову с его коррупционными предложениями, и благодаря Яровой с ее коррупционными предложениями? Насколько он будет сговорчив? И уже не важно, что 38 миллионов человек не платит налоги. Да плевать на вас. Мы у вас эти деньги отберем по-другому. При этом у нас в стране нет других проблем. У нас Государственная Дума, у нас муниципалитеты, они бьются только за кошелек водителя. Из чего я делаю, как обыватель, некомпетентный абсолютно субъективный вывод, что речь идет именно о заказе. Давайте грабить водителей, потому что они состоятельны. Потому что необходимо их развести на деньги, больше мы никого не можем. Именно поэтому водители у нас самые главные враги. А что у нас там с ЖКХ? А что у нас со здравоохранением? А это не важно. Из этого следует, что водители будут ограблены. Полковнику никто не пишет, а слоняну никто не звонит. По телефону 65 10 9 9 и 6 дозвониться может невероятное количество желающих. Практически никто пока этого не сделал. С сайта реплика пришла от Святослава. По теме дня думаю, что это внутренние псевдоразборки в Госдуме, которые рассчитаны на то, чтобы показать, что они работают, и посмотреть реакцию людишек, и в итоге выбрать вариант, где можно будет больше стричь всем и государству, и гаишникам. Либо, как вариант, задача состоит в том, чтобы очередной раз отвлечь внимание от каких-либо других принимаемых весьма любопытных законопроектов. Да, Святослав, именно так. С одной стороны, отвлечь нас от реальных проблем. Посмотрите, что у нас происходит там же, в сфере ЖКХ. Посмотрите, сколько мы платим. Мы платим уже где-то порядка 600-800% за содержание того, к чему отношения не имеем, и собственниками, чего по большому счету не являемся, при том, что утечки там, в том числе финансовые, совершенно колоссальные. Уголовные дела, идущие рефреном информационным по телевизионным каналам, тому подтверждение. И поделать, тем не менее, государство с этим не хочет ничего, не собирается абсолютно, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, это все-таки псевдоразборки Госдумы, потому что, когда заказ спущен, уже даже не важно, какая именно из фракции, какая из депутатских группировок выслужится, понятно, что заказ будет отработан. Но на этом фоне, конечно, можно еще немножко покочевряжиться. Светослав, у вас еще вопрос по поводу Дастера нашей сборки, что лучше, бензин 2.0 или дизель 1.5? Причем такой маленький литраж у него. Как-то производитель это прокомментировал, силенок у румын не хватает, видимо, на больший литраж. Румын здесь ни при чем, это французы. Полуторалитровый дизелек у них очень хороший, очень тяговитый. Он стоит на невероятном количестве реношных моделей. Он успешный, удачный, отработанный. А во многих странах, в том числе и во Франции, литраж двигателя очень серьезную роль играет для налогообложения. Поэтому основной, базовый мотор у данного автомобиля, предназначенный именно для Европы, это полтора литра. Вот именно поэтому 1.5, не 1.6. Этих полутора литров хватает для того, чтобы он шикарно совершенно ехал, в том числе и в наших условиях. И этого шикарно хватает для того, чтобы не очень много платить по налогам. Но мне больше нравится 2.0 бензин, в том числе потому, что хлопот с ним меньше. И на 2 литрах, конечно, это совсем шикарная машина, очень гуманная к водителю. И она интересно едет. И вот этот движок, он позволяет пользоваться 6-ступенчатой коробкой, делая первую, так называемую, нулевой. Первая передача настолько короткая, она настолько внедорожная на Дастере, что 2-литровый мотор, в принципе, правильно сразу стартовать с второй передачи. Воткнули вторую, поехали. Правда, для руки это немножко непривычная схема. Вот начинается легкое оживление на телефонных линиях. Напомню, 65, 10, 9, 9, 6. Андрей, вы первый сегодня. Здравствуйте, Андрей. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Во-первых, хотел поблагодарить за вашу передачу. Каждый день вот еду в строки и слушаю вас. Спасибо. Спасибо вам. А вопрос такой. Купил, скажем так, по распродаже Mazda 6 в предыдущем кузове. Хотел Camry. Немножко денег не хватило, купил Mazda. Правильно сделал, неправильно с вами посоветовал. В принципе, отъездил сколько-то, 4 месяца. Все, всем доволен, все нравится, устраивает. Единственное, вот хрустит полка задняя. На кочках бывает, особенно когда мороз. То есть вы с кузовом хэтчбэка ее купили? Нет, седан. И тем не менее она у вас хрустит, несмотря на то, что она достаточно жестко закреплена. Вот бывает на кочке холодная машина зимой. И на кочке вот прям такой хруст такой. Скажите, Андрей, а вообще, в принципе, к шумоизоляции Mazda у вас какие-нибудь пожелания есть? А, да. Был Lancer 9 до нее. Да, понятно. И я сел в Mazda, и мне показалось, что я как будто бы на улице. Что там дырка какая-то. Зато у вас есть огромный плюс. Если вы в Mazda 6 слушаете музыку, вышли из машины и закрыли дверь, не нужно открывать окно, чтобы слышать ее на улице. Да, я уже слышал, уже кто-то это говорит. Да, вся улица будет замечательно, совершенно наслаждаться. На Subaru то же самое. Вот, например, на пятнашке, которая у них называется VX, у них тоже нет шумоизоляции, абсолютно никакой. Поэтому вот вообще-то у вас машина замечательная, она драйверская. Она одна из последних машин, придуманных для того, чтобы водитель упивался ее управляемостью. Эта машина, с одной стороны, азартная, с другой стороны, она очень четкая. Она настолько хорошо следует за вашей мыслью и за рукой, что, в принципе, следующее поколение Mazda уже делать не умеет. Так что вы взяли машину, очень правильно поступив таким образом, потому что Lancer у вас был, ну да, просто неплохая машина. Нормальная. Но Mazda 6 это упоительный драйверский автомобиль. И после нее подобрать себе что-то похожее, а вам наверняка захочется, вы уже не сможете. И если, не дай бог, после Mazda 6 вы пересядете на любую Camry, неважно какого поколения, через сколько лет это произойдет, у вас будет ощущение, что вы с чего-то сшитого на вас упали просто в ведро. Такое большое просторное ведро. То есть из хорошего костюма вы упали в чан с опилками, потому что контраст между этими машинами совершенно фантастический. Остается только сделать что-нибудь с шумоизоляцией тогда. Да, вот я думаю, в принципе, она стоит там в пределах 30 тысяч. Дайте, потратьте больше. В пределах 30 тысяч это будут ребята, которые вам подрывают все пистоны дверей и поставят их же на место. А вообще-то грамотно... У дилера, как и опционал дилера. Да, у дилера, как правило, руки растут вообще не из того места. Лучше это делать не у дилера, а в специализированной фирме. Потому что у дилера задача развести вас на деньги при минимуме затрат. И вот сколько раз я сталкивался с ситуацией, когда какие-то специфические вещи делает именно дилер. Там обклейка машины в специализированной фирме, антивандальной пленкой прозрачной, и у дилера. Шумоизоляция в такой же фирме и у дилера. Контраст. У дилера пленка отрывается после первого керхера. Шумоизоляция, ну, в общем, мягко говоря, погибает так же стремительно. А на гарантию-то не влияет, если не у дилера делать? Ну... Не вплетает гарантия? Ну, я просто опасаюсь, если дилер там что-то повредит там по электрике, то... Дилер вам обязательно повредит что-нибудь по электрике и скажет, что так и было. А в специализированной фирме, ну, вопрос в том, какую фирму вы найдете. Это, к сожалению, не решается сразу. Это нужно долго искать, долго мониторить и найти потом ту единственную, которая занимается подобными вещами. Потому что с гарантией причинно-следственной связи и юридических оснований для того, чтобы лишить вас гарантий, нету никаких. Хотя такие попытки, естественно, будут, потому что вы 30 тысяч из-под носа у дилера просто взяли и увели. А им на эти деньги очень бы хорошо пировалось. А тут бац! Несправедливо. Но как же, они же собрались все вместе не для того, чтобы вам оказать услугу. Не для того, чтобы у вас увеличилось или там возросло качество жизни. Они собрались все вместе для того, чтобы вас обобрать. Это принцип нашего государства. То есть все те, кто допущен до нашего с вами кошелька, бесчинствуют в нем своими руками совершенно безудержно. Юрий, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здрасте. Рад вас слышать в эфире. Я вас рад слышать. Подскажите, вот у вас были прекрасные передачи людей, которые экспедиции ходят и по северу, и на Дальний Восток. Хотелось бы, конечно, чтобы вот такая практика у вас была еще. Эта практика будет, потому что они сейчас как раз готовят новый маршрут, и когда они на этот маршрут где-нибудь, наверное, недели через полторы-две пойдут, то раз в неделю они у нас будут выходить прямо с трассы, поскольку уходят они на 3-4 недели, будут регулярно давать отчет, наверное, по четвергам, рассказывать где, что и как. Классно. Я вот по какому поводу ваше мнение. Мои друзья, вот, у всех, они такие, знаете, тоже любят внедорожья, вот, но у них квадроциклы. А я, к сожалению, просто вот все эти мотоциклетные дела не очень люблю, поэтому хочу к ним присоединиться, но вот хочу машинку себе выбрать, правда, на вторичном рынке. К сожалению, финансы не позволяют. Вот, вот, призадумался, либо вот взять буханочку, это так называемая Mitsubishi Delica, либо вот, дальше не знаю, может быть, Suzuki, как он, маленький. Jimny. Jimny, Jimny, точно, вот, что вы посоветуете, или, может быть, какую-то другую модель посоветуете. Вот, к сожалению, просто вторичный рынок, к сожалению, вот, на новый не хватает. Ну, Delica-то вы не найдете, потому что Delica-то машина, к которой приклеен лейбак человеческого вожделения, все на нее молятся, говорят, ах, какая Delica, лучше ее ничего нет, хотя это все-таки, ну, фетиш, высосанный из пальца. Машина неплохая, но вы, соответственно, возьмете, даже, скорее, вы найдете Hyundai на нашем рынке предыдущего поколения, чем Starx, который, потому что Delica, скорее всего, будет, ну, с каким-то чумовым пробегом, с тяжелыми болезнями. И, поскольку Delica у нас принято любить, то поэтому ее не принято продавать в добром здравии. Вот убитую, да, и при всем при том, это не самая лучшая машина и не самая удобная. Многим она привычная, у нее много очень любопытных достоинств, благо она все-таки на Паджеровском ходу. Ну, знаете, во-первых, Паджеро не хуже, во-вторых, Паджеро бывает новее, в-третьих, Паджеро бывает целее. Но если вы хотите гоняться за квадроциклами, то только Jimny, потому что единственная машина, которая может идти по следу квадроцикла, это Jimny. Они одинаково узкие по колее, и Jimny, что на автомате, что на ручке, это очень дееспособный маленький внедорожничек, настоящий, на мостиках, с блокировочкой, очень такой серьезный, при том, что у него игрушечная внешность, что многих дам совершенно напрасно обманывает. — Да, но я слышал, знаете, ситуацию, что вот садятся, допустим, ну, двое-трое человек взрослых, и все, и уже вот у него теряется способность, то есть ему уже тяги не хватает. Или, в принципе, это неправда, как мне вот ребята говорили? — Это неправда. Видимо, какие-то ребята очень плотно пообедавшие, центнера по полтора каждый. Я на Jimny прошел один из волоков целиком, и нас в машине было четверо. Ну, я, конечно, не эталон веса, но мы были там вчетвером, и с массой всякого дополнительного оборудования, экипировки, снаряжения и провианта, ну и ничего. Вот как шел молодец, так молодец, он просто хвостик задрал повыше, нос выставил из сугроба и вперед, и греб он при этом на штатной резине. И, ну, он очень хорошо сопротивлялся всем тем неприятностям, которые мы ему предлагали. Просто всегда же есть точка зрения человека, который либо не ездил, либо который чисто умозрительно понимает, что, ну, Мерседес-то лучше. Ну, чё там? Да не, ну ты уж, Юрик, ну ты меня, не, ну ты береги Лендваген. Ну, я-то, понятно, на Жигулях пока временно, ну ты-то чё, ну ты же давай. И вот эти люди, они, конечно, всегда рассказывают о том, что не-не-не, всё не то, всё не так. Поэтому джимник — это очень правильный вариант. Перерыв на новости, потом вернёмся к машинкам. Телефон программы «Экипаж» 65, 10, 9, 9 и 6. Продолжаем наше блистательное, обоюдно приятное общение. Александр, это вы. Здравствуйте, я рад послышать. Да, добрый вечер, Сергей Александр. Да, Александр. Алло, слышно? Да, не видно, но слышно. Да-да, извините, просто дозвонился первый раз. С дебютом вас! Вы счастливый человек. Большое. Я присоединяюсь в первую очередь, конечно, к благодарностям за вашу программу. И прямо вот даже выскажу пожелание, что им можно в шести вечера смело ставить, часа на два. Я думаю, аудитория такое увеличит. Спасибо вам. Это будет тяжкий хлеб. Ну, да, наверное. Иначе, я думаю, вы сделали это уже. У меня вопрос, если можно, у меня товарищ приобрел недавно автомобиль, который называется Skoda Yeti, если я ничего не путаю, 1.2 Turbo с DSG. Очень хороший экономный вариант. Да, вот я как раз хотел у вас уточнить, чего ему ждать. Я не знаю, сам, наверное, стесняется позвонить, но что времени нет. Но точно скажу, что слушает. Вот что ему ждать, как там по техобслуживанию, какие болячки у этих машин, все-таки они уже какое-то время на рынке есть. Александр, как друга вашего зовут, верного, как? Евгений. Евгений. Вы купили очень правильный автомобиль. Это хороший городской аппарат. Он короткий по длине ровно настолько, чтобы помещаться на стоянку, и длинный ровно настолько, чтобы в нем удобно ехалось. Вы правильно поступили, что взяли сочетание этого мотора и этой коробки. И если вы не гонщик, то ехать вы будете с экономией топлива. И я специально брал вот именно в такой комплектации машину на тест, чтобы посмотреть, какие у нее есть возможности. Возможность мне понравилась. 5,1 литра на 100 километров в городском цикле. При этом я ехал со скоростью потока. Я не торопился, но я и не выпадал из этого потока. 5 литров на 100 километров, на мой взгляд, это очень хороший показатель. Я бы, конечно, с большим удовольствием брал бы и всем советовал полный привод, но вы очень сильно выиграли по цене. Вы купили удобный аппарат, и с этим аппаратом никаких проблем не будет. Единственное, что может вылезти, это огрехи горьковской сборки, потому что машина, скорее всего, уже Нижегородская. В Нижнем Новгороде на нашу беду все-таки люди протянули руки вместо того, чтобы протянуть ноги, и в руках у них оказались гаечные ключи и патентованная, она же контрактная сборка Шкоды. Очень печально, что это произошло, но, тем не менее, имеем то, что имеем, плюс дилерская сеть, которая будет поддерживать вас. Никаких проблем с этой машиной не будет. Ну, изредка на светофоре, Евгений, к вам будут из соседних машин протягиваться руки с поднятым вашим пальцем, потому что всем остальным будет приятно и даже немножко завидно. Вот так, Александр. Спасибо большое. И, если можно, вот по второй автомобиле на ЕД я еще не заработал. Сейчас езжу на S40 довольно стареньком, хочу его продать, купить пробегом Kia Ceed SV, ну, ориентировочно 2008 года на автомобиле, скорее всего, 1.6-122, который на лошади. Не подскажете, что с ними, как там коробки, не такие сюрпризные, как на 307-х, например, там автоматы были? Они гораздо приятнее, но, Александр, если СИД 1.6 на автомате продают, значит, какая-то там есть подлянка. Сама по себе машина настолько хороша, что просто так ее продавать не будут. Это не та игрушка, в которую наигрался и выбросил. Значит, есть какой-то подвох. Очень редко, когда в трейд-ин такая машина приходит, у нее либо будет сумасшедший пробег, либо еще что-то. Нету причины для того, чтобы продавать машину 2008 года Kia Ceed. Она настолько добротная, настолько правильная, что там, к сожалению, что-то с ней произошло. Я вас понял. Ну, то есть, как обычно, диагностика, в идеале сервисная книжка с отметками. Да, 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 да. Ну, я понял. Большое спасибо. При этом по трейд-ину, конечно же, большинство трейд-иновских контор скручивают спидометр совершенно не стесняясь просто никак. А официалы какой-нибудь фаворит, например, тоже этим занимаются? Ну, чтобы не обижать конкретно фаворит. Ну, да, не, не, просто, да. Еще как занимаются? Именно они-то в первую очередь и занимаются. Потому что, представьте себе, ведь как устроена вообще в целом эта схема? Отдел трейд-ина официального дилера – это самостоятельное юридическое лицо, как правило. То есть, это фирма, которая должна давать прибыльность, а при этом у нее нет никакого выбора. Они ничего не могут сделать с клиентом, потому что прибегает отдел продаж и говорит, так, Вась, быстренько оттрейдинь мне вот эту машинку, давай, сколько там у нас идет за счет? Потому что они же все-таки являются приложением к основному бизнесу. Основной бизнес – продавать новые машины. Новая машина. Пришла тетя Клава на уделанные волоскуты таратайки и говорит, заверните мне следующую. Что с этой таратайкой делать? А иначе тетя Клава новую машину не возьмет. Ее дают в трейд-ин. В трейд-ин есть и чек и говорят, ой, мама, как я это продам? Да вы что? Он, конечно, идет, обламывает тетю Клаву и говорит, тетя Клава, знаешь, ну, больше трояка я за это не дам. Тетя Клава говорит, ну, хорошо, дай хотя бы два с половиной, три, меня вполне тоже устроит. На тебе трешник. Ушел в зачет, тетя Клава уехала на новой машине, отдел первичных продаж счастлив. В трейд-ин начинается головная боль. От тети Клавы остались приятные воспоминания и груда железа. Что делать? Начинаются шаманские танцы с бубном. Я понял, мне подскажете, а вот если в автомобиле при этом, допустим, будет сервисная книжка с отметками, и, допустим, не фаворит, а кого-нибудь другого, это как бы защищает ведь, правильно? Там же пробег и дата указаны. Да, это хотя бы внушает какой-то оптимизм. Уже есть... Если этой книжки нет, то вопрос ваш, я думаю, процентов на 90, что там что-то с ней подхимичили. Конечно, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Успехов нам с вами. Продолжаем. У нас телефон 6510996. Кстати, потихонечку приходит очень интересный толковый смс. Я к ним сейчас тоже чуть-чуть перейду. Позже, погодя, Евгений у нас на линии. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вопрос у меня довольно короткий. Сейчас я езжу на Suzuki S4 седан, и душа требует большого американского автомобиля. И как-то так вот глаз упал на Ford X4 3. Ух ты. Ну, да, вот примерно по диагонали пробежал по формам, посмотрел, что за машина. Соответственно, это БУ, без вариантов. Да, конечно. Ну, как бы ничего такого. Бюджет, в принципе, влезает и третий, X4 и четвертый, но как-то с третьим все-таки душа ближе. Вы какого года себе машины смотрите? Вы же выбираете среди чего-то? Ну, последнего года производство, чтобы максимально свежий был, то есть это, по-моему, если не ошибаюсь, шестой год. И пятый, или шестой, вот так вот. Ну, да. То есть... Вот. Просто мнение ваше интересно, насколько душа получит того, что хочет. Вообще-то, конечно, получит, потому что между третьим и четвертым Эксплорером разница колоссальная. Третий — это все-таки внедорожник, предназначенный для того, чтобы крушить скалы. А четвертый — это легковушка, это такой американский взгляд на то, как может выглядеть, например, Audiol Road. То есть машина — имитатор. И между третьим и четвертым идеологическая разница, конструктивная разница, огромная разница. Причем третьего его даже убивать долго. Он сделан по американским классическим канонам. То есть омерзительная пластмасса в салоне, гадкая кожа на сиденьях, неубиваемый мотор и практически неубиваемая коробка. Заодно задний мост. Да, по передней подвеске у него колеса расползутся очень быстро. То есть у него сразу пойдут все резинотехнические соединения, какие только можно. У него, если вы в потоке видели, например, как трешки бегают, Эксплореры, у них практически у каждого второго развал такой, как будто он только что на мину наехал. Ну, судя по формам, бегают они весьма успешные, по полмиллиона как ничего делать. Бегают. Об этом и речь. Они бегают. Задача только найти теперь уже машину с не очень сильно скрученным спидометром. Но вообще-то, конечно, Форды, они, особенно вот эти, они невероятно прочные. И американцы очень правильно в табеле о рангах своей большой американской тройки на первое место всегда ставят Форд. Они подразумевают в том числе именно внедорожную линейку Фордов. Потому что она заслужила этого. Поэтому у вас очень правильная мечта, когда вы зажатую малогабаритную квартиру хотите поменять на кусок просторной прерии. После СХ-4 прогулка в багажник и обратно по Эксплореру, она будет у вас занимать много упоительных минут. Сергей, а еще вопрос такой. Там два мотора. 4.0 и 4.6. Я так понимаю, что религия говорит о том, что 4.6 все-таки более правильный. У каждого из них есть свои, к сожалению, нюансы. А тем более, что к 4.6 еще прилагается Эдди Бауэр, который тоже, в общем, нельзя сказать, что заслужил почтение. Но вам уже это без разницы. Вам нужно смотреть остаточный ресурс. Насколько это машина... То есть представьте себе, вы находите два аппарата, 4.0 неубитый и 4.6 убитый. Вы же не будете брать 4.6? Ну, разумеется. Да, да. Поэтому вот в нашей с вами ситуации любителей вторичного рынка, а я как раз тоже, знаете, то на Эксплорер посматриваю, то на Чироки, то на Экспедишн. У меня регулярно, особенно по весне, бывает это обострение. И вот на мотор я не смотрю никогда. Потому что, ну, уже без разницы. То есть, если эта теща умеет шикарно делать блины, то никого не волнует, как классно она выглядела, когда ей было 18 лет. Потому что сейчас ей уже, к сожалению, полтинник. Остается наслаждаться блинами. А качественные альтернативы что-то? Ну, если, например, не находится Эксплора-3 в нормальном состоянии? Ну, если по Америке... Не-не-не-не-не-не. Знаете как? Ну, может быть, Грант, может быть, какой-нибудь Грандец, причем даже вы можете нарваться на европейца, то есть с нормальными фарами, с нормальным спидометром, с нормальной магнитолой. Чироки, что последний, который был при жизни Либерти, что нормальный кирпич, это все-таки уже архаика. Тем более, все-таки Гранды с постоянным полноприводом. Это логичней. Или, в конце концов, вы можете взять Командер. Тот же самый Гранд Чироки, но накрытый другим кузовом. Хотя, то есть Командер будет поновее, у Командера будет сумасшедший совершенно пробег, но он все равно будет не убитый до конца, потому что его тоже убивать очень долго. И Командер, это, ко всем прочему, красивый, это такой же брутальный ящик, как Эксплорер, который вам нравится и мне, кстати, тоже нравится. Ну, либо вы уходите к Субурбанам или к Тахо, но Тахи тоже... Ну, не, ну можно, можно. Но, знаете как, ведь там тоже есть своя экзотика, свои нюансы, и там есть, ну, разные, в зависимости от года выпуска, способы подключения полного привода, неоднозначные совершенно, и гарантированный расход топлива. То, что вы получите в результате этого пепелатца, это, конечно, удар по кошельку, он вас вряд ли обрадует. Это будет такое серьезное испытание. Но, Евгений, повесне, покажите мне человека, которому не хочется большого американского внедорожника. Тут я с вами целиком согласен. Ильдар, здравствуйте, Ильдар. Да, приветствую. Я рад вас слышать, вы наконец-то дозвонились. Я дождался, да, спасибо. Ну, во-первых, хочу поблагодарить Финам.фм, естественно, как и все, и конкретно вас за интересные вещи, за достаточно объективный и с перчиком стиль обсуждения, потому что лицемерия много. Вопрос. Конкретно по машине, да. Я думаю, что встанет в ближайшем будущем вопрос покупки авто для себя, да. И денег, как всегда, немного, а хочется чего-нибудь много и задешево. Грандиозного. Да, да, да. И друг мой подбивает меня, скажем так, на правый руль, а конкретно на такая есть машинка Toyota Mark II Blit Vagon. То есть большой, да, который... Да, да, да. Редкая машина. Редкая. Да, да, достаточно. Вот. Значит, в принципе, вопрос я как бы уже изучил, да, потому что подхожу, стараюсь понять, да, что это такое. В принципе, да, все называют морковку так называемую легендарной и все такое. Вот. Нравится то, что это все-таки полный привод, конкретная модель, да. Это полный привод, то есть всегда задний, подключаемый автомат. Да, 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 но именно, что всегда задний. Да, 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 вот. Дальше. Ну, естественно, то, что это вагон, то есть это огромное пространство, мне это очень нравится, потому что много частенько вожу всякого барахла и седаны после таких машин, как бы для меня не до машины. Вот. И мне нравится, то есть под вопросом для меня. Во-первых, это правый руль, соответственно, это первый правый руль. Сейчас я прервусь на новости, потом отвечу. Продолжаю заочную теперь уже беседу с Эльдаром по поводу шикарного совершенно морковника. Эльдар, вот в чем беда. У вас, конечно, с одной стороны получается двойная морковка, огромный автомобиль по не самой, конечно, заоблачной цене, причем выдающихся качеств и царай, и полный привод, и японец, и к тому же это Марк 2, но, увы, это правый руль. Вот представьте себе нашего законодателя. Он сейчас как раз выбирает, с одной стороны, понятно, что водителей надо душить, топтать и наказывать, и карать, и придумывать новые составы правонарушений, чтобы люди были, во-первых, поголовно виноваты, что всегда упрощает управление этими людьми. Во-вторых, конечно же, несли деньги в казну и совершенно не коррумпированы полиции. И при этом мы в нашу страну заманили достаточно большое количество производителей. Мы сначала подманивали их промсборкой, потом вдарили им по мозгам редакции новой 166-го постановления, когда мы обрекли этих людей на создание полноценного производства. И мы теперь под это должны как-то расчистить рынок. И у нас есть правый руль. Это наш последний резерв. Когда на Дальнем Востоке водители только-только получили такую черную метку несколько лет тому назад в связи с новыми таможенными пошлинами, то есть запретительными пошлинами, если вы помните, они не согласились, и им в качестве вежливого ответа приехал спецбатальон «Зубр», который и вломил по первое число. Если вы помните, людей били палками по голове за то, что им не хочется платить в четыре конца за то, что у них безальтернативно на Дальнем Востоке, потому что на Дальнем Востоке другой техники по большому счету нет. Государство обозначило свою позицию. И государство в ближайшее время займется этим резервом и начнет давить и топтать и душить целенаправленно именно правый руль. Потому что это как минимум несколько миллионов потенциальных покупателей, чем быстрее будут истреблены, ну, либо сами покупатели, либо правый руль, тем быстрее, соответственно, будет расчищен под них рынок. И, конечно, до сих пор преимущества праворуких автомобилей, они непревзойденные. И очень мало техники, которая может конкурировать с той, которая приходит с внутреннего японского рынка. Но вы обрекаете себя на очень серьезные испытания, и никто не знает, в какой момент они нагрянут. Они могут нагрянуть сегодня, они могут случиться через полгода, могут через год. И, конечно, техника хорошая. Переориентируйтесь на нормальный левый руль. Забудьте о существовании правого. Посмотрите, что происходит с левым рулем. Посмотрите, в конце концов, что там шаманит люди в Прибалтике. Иногда это сильно сказывается на ценах. Обратите внимание в том числе на Западную Европу. Это тяжелый путь. Это нелегко и непросто. Но ведь, Эльдар, и вы человек пытливый. Вы же опытный. Вы же очень не случайно выбрали эту машину. Вы много чего перекопали, проанализировали, посмотрели. Да, пока ответа правильного нет. Не берите правый руль, ищите левый. На сайте у нас очень правильный вопрос от Эдуарда. Вы всегда говорите об остаточном ресурсе БУ автомобиля и как его определить. По большому счету никак. Так, вот здесь два варианта. Первый чисто технический – это полный аудит, на который идет далеко не каждый продавец и далеко не каждый дилер в состоянии вам его предоставить. Есть несколько хорошо оснащенных технических центров с нормальным персоналом, в том числе и дилерских центров, Куда можно приехать, пригнать машину на полнейший аудит, вплоть до того… Что такое полный аудит? Это не подключить фишку компьютера и проверить, есть ли коды ошибок. Нет. Это, например, взять и при помощи волоконной оптики посмотреть на хоны в цилиндрах, если вы знаете, о чем речь идет. Или, например, посмотреть прилегание коренных подшипников. Это тоже нелегко, но это возможно. И компрессию мерить не только компрессометром. Вот такой полный аудит, и он стоит порядка 5000 на практически любую среднего ценового диапазона машину, он, может быть, как-то вас приблизит к пониманию того, какой остаточный ресурс. Либо это опытный дядя Вася. Вот в моем случае, например, роль опытного дяди Вася исполняет Сан Саныч Пикуленко. Мы иногда с ним, бывает, как-то балуемся выбором всяких возможных вариантов по автомобилям, либо ему вдруг какие-то люди приходят и говорят, Сан Саныч, только для вас, посмотрите, какой Мерседес. Это S-класс купе буквально за 140 тысяч рублей. Знаете, только что-то он плохо заводится у нас. Вот Сан Саныч – это тот самый человек, который на глаз, на запах и на слух, он может определить, наверное, процентов 90 неисправностей автомобилей. Он знает, как и что звучит, как и что выглядит, его обмануть практически невозможно. Вот если у вас есть такой, Сан Саныч, тогда считайте, что вы выиграли. Если нет, тогда, увы, у вас есть шанс очень большой быть обманутым. У нас Дмитрий на связи. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, Сергей, добрый вечер. Здрасте. Ну, я по традиции сначала хочу присоединиться к предыдущему позвонюшему. Сначала склониться в поклоне, потом ответный поклон ведущего. Спасибо вам. А теперь переходим к разговору о нашей жизни. Сергей, я владелец автомобиля Honda Civic, седан 2008 года. Ну, естественно, 1.8, механика. Ну, да. Знаете, вами, ну, не только вами, а, в принципе, многими данный автомобиль, он критиковался долгое время, да, и по разным поводам. Вот, проехал я на нем, в принципе, достаточное количество уже. Сколько? Ну, 120 тысяч. Действительно хорошо. И при этом машина у вас не сгорела, как у той самой несчастной блондинки. Вы знаете, даже, да, и не сгорела, и что удивительно, в принципе, проблем, кроме того, что у меня там через 100 тысяч перегорели лампочки, да, там, не было. Вот видите, как турки умеют классно делать для нас, для русских автомобилей. Вот почему именно даже турки, это самое, отклепали данный автомобиль, и почему-то, да, ничего не случилось. Просто, ну, тем не менее, плохих отзывов об этом автомобиле много, да, оно как-то откладывается, да, и каким-то грузом тяготеет. То есть мысль была поменять автомобиль, да. Запугали вас, застращали. Напугали, да. Эх, Дмитрий, что же так вписали? Но, тем не менее, взглянув, как бы, на цены, которые, это самое, в наших автосалонах, в принципе, по всем маркам присутствуют, как-то уже, знаете, что-то хочется оставить этот автомобиль, поскольку не заставляет никаких проблем, ездить на нем и, как бы, и радоваться. Правильно. А что пугаться-то? Потому что общественное мнение, оно всегда состоит, в том числе, из истерических высказываний несчастных, неаккуратных и невезучих, и редко уравновешивается теми, кто доволен. Ведь даже, знаете как, Жигули, это отвратительно. Завод должен быть закрыт и не упускать ничего. Но сколько мы знаем вокруг Жигули, которые, а они не ломаются? Ну, как-то ездят, да, как кривые, косые, тут течет, там стучит, но при всем при том едет же. И из этого не следует, что 100% того, что делает АвтоВАЗ, это всегда брак. Это всего лишь, может быть, 95%, но 5% нормальный. А тем более, что у нас сейчас ценообразование фантастическое абсолютно. Я искренне желаю всем дилерам разориться, всем представительствам накрыться медным тазом, с тем, чтобы в нашей стране вообще умерла автомобильная отрасль в виде продаж, после чего обнулился бы счетчик, и к нам бы пришли те же самые, только уже по-честному. Вот я за это ратую. То есть, на самом деле, я бы рекомендовал никому в ближайшие пару лет и покупать вообще никаких новых машин. Пусть они все умрут. Мы от этого только выиграем. Вот до тех пор, пока мы потакаем их чудовищным ценником своими истерическими покупками, вот до тех пор они будут ломить цену. Спрашивается, за что? Только потому, что на самом деле так играет государство, оно ставит их в подобные условия, они эти условия принимают. Где те честные, которые скажут, мы не хотим, и уйдут? Нету. Поэтому у вас машина, которая 120 тысяч, она вас не подвела. Ну, пару раз мигнула лампочками и погасила свет внутренний. Ну, так вы же его заново зажгли, и опять душа поет. Машина едет. Турки молодцы, после них круче только узбеки, у которых ДЭУ, который не ломается там, типа Матисса. Не имеет смысла менять шил на мыло. Так что... Спасибо большое. Дмитрий, вот общественное мнение, которое может запугать кого угодно, оно тоже бывает неправо. Ваш личный случай говорит о том, что все в порядке. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы дождались, наконец-то, этой счастливой минуты. Да, наконец-то дождался. Большое спасибо вам за программу. У меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к Субару Форест? Я отношусь к нему с отвращением, потому что он у меня был. Но я знаю счастливых людей, у которых по сию пору Субару Форестер бегает. И сегодня я, например, общался со своей боевой подругой Машей, у которой Форестер пробежал 420 тысяч. Маша счастлива. Это солидный пробег. А подскажите, вот ресурсность оппозитного двигателя, она меньше, чем обыкновенного? У Форестера проблема в том, что... У Субару вообще проблема неравномерности качества. Очень напоминает завод «Москвич». Если все хорошо собрали, то вот этот грамотно сбалансированный двигатель, у которого масло себя ведет совершенно по-другому, потому что иначе омывает важные части, и при всем при том нагрузки очень хорошо по векторам разложены, он живет долго и счастливо. Но вот, например, Сергей Соловьев, который купил в свое время машину Субару «Импреза», он получил проблему. У него тысяча где-то на восьми стуканул четвертый горшок. Он прогорел. Он приехал к дилеру, к Успенскому. Успенский его, естественно, логично послал. Сказал, ты сам придурок, ты не умеешь заправлять машину и ездить. Но потом товарищ Йошида, это московский представитель, сказал, Успенский, сжалься. Цена вопроса была 5 тысяч. Поменяли, сделали капремонт двигателя. Прошло где-то порядка еще, наверное, 10 тысяч, и опять у машины прогорел четвертый цилиндр. Это говорит о том, что проблема в этот двигатель, скорее всего, в управлении этим мотором, была, как вот с завода она пришла, так она дважды и погубила этот двигатель. Суд длился в течение, наверное, где-то лет трех. Сергей Соловьев опечатал имущество Сергея Успенского, арестовал его счета, после чего Успенский позвонил Соловьеву и сказал, и что я тебе после этого денег, что ли, должен? Ну, выяснилось, что должен. Но, в целом, и вот такое отношение дилерской сети к клиенту, оно, конечно, не позволяет экспериментировать. Я поэтому Форестеров избегаю. У меня был Форестер, который зимой заводился строго на одном цилиндре и закидывал свечи, и при этом показывал, что у него все отлично. Это печально. Но по подвеске, конечно, Subaru замечательная машина. По сию пору хорошо рулится. По сию пору у нее великолепный салон от 41-го Москвича, топором вырубленный из единого куска пластмассы. То есть это уникальная технология. Сейчас в основном льют по отдельным деталям. А вот, например, на Форестере вырубается из цельного куска. Это достойно. Ну, на этом заканчиваю. До завтра. Там продолжим.